Ознакомиться с последствиями оккупации, своими глазами убедиться в разрушениях и вандализме вооруженных сел Армения. В Агдаме побывала украинская делегация. Все памятники, очаги культуры, мечети и кладбища на территории Агдамского района были разрушены и осквернены. Визит также принимала участие и наша съемочная группа. Все подробности у моей коллеги Альбина Абдурахмановой. Какую оценку вы даете увиденному и поделитесь своими впечатлениями? Если очень коротко, то я в шоке. Я не предполагал, что можно было проливать людскую кровь, защищая эту землю, для того, чтобы здесь ничего не созидать. Я предполагал, что здесь будут брошенные дома, брошенные сооружения, брошенные виноградники, брошенный коньячный завод, брошенный дом культуры. А нет, тут все уничтожено, все разрушено. Это ужасно. Я задаю себе простой вопрос. Зачем тогда, почти 30 лет, было нужно это делать, чтобы что? Ради чего? Ну если уже этот ресурс земли есть, его нужно возделывать, выращивать, что-то здесь создавать и созидать. Это же не год и не два. За 30 лет здесь поколения могли вырасти. Но этого не происходило. Тогда вопрос. Зачем в свое время политики приняли это решение, чтобы пойти на оккупацию? Ради чего? Бессмысленно. Господин Лизников, позвольте задать еще один вопрос. Вы знаете, что сразу после дооккупации земель власти страны объявили о масштабном возобновительных работах. И Баку пригласил дружественные страны принять в этом участие. Нас интересует вот какой вопрос. Готов ли Киев оказать помощь в этом вопросе? Насколько он заинтересован? Безусловно, у нас сегодня есть проект, который называется «Большая стройка» и «Большая реставрация». Это два очень таких больших проекта. Они связаны с системным и масштабным развитием инфраструктуры, которая Украине 30 лет будет в августе этого года. 30 лет независимости после развала Советского Союза. Вот 30 лет ничего там не строилось, не созидалось, не делалось на многих землях. И сегодня мы восстанавливаем и делаем новые дороги, мы делаем новые мосты, мы проводим железную дорогу. Этот опыт, который есть у нас, мы с огромным удовольствием готовы предоставить азербайджанским друзьям, азербайджанским нашим партнерам поделиться этим опытом, для того, чтобы вы быстрее это делали и восстановили свою землю до той красоты, которой она была, я уверен, будет еще красивее. Поэтому все, чем мы можем с вами поделиться, мы с огромным удовольствием поделимся.